Вторжение вертолётов Беларуси в Польшу, НАТО не обсуждает применение пяти статьи. Североатлантический альянс не рассматривает применение принципа коллективной безопасности после того, как белорусские боевые вертолёты нарушили границу Польши, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера, по его словам, США ожидают, что все страны стран будут уважать воздушное пространство других государств. В этом контексте Соединённые Штаты продолжают очень серьёзно относиться к безопасности НАТО. Миллер заявил, что его страна пока чётко не определила, был ли этот инцидент намеренной провокацией Беларуси. Его должны оценивать власти Польши, добавил он. Я не собираюсь опережать какие-либо заявления, которые могут быть сделаны нами или любой другой страной НАТО. Существует процесс, в рамках которого страны НАТО могут применить статью 5. На данном этапе мы этого не делали, подчеркнул Миллер. Принцип коллективной безопасности. Напомним, все государства при вступлении в НАТО обязались выполнять принцип коллективной безопасности, 5 статья Североатлантического договора. Он заключается в том, что нападение на одну страну члена Альянса приравнивается к нападению на все страны члены Альянса. В то же время 5 статью не применяли даже в ситуации, когда на территории Польши во время массированного удара россиян по Украине упали ракеты, в результате чего погибли люди. Тогда польские власти склонились к версии о том, что это были ракеты от украинского зенитного ракетного комплекса. Вертолеты Белоруссии в Польше. Напомним, вчера, 2 августа, белорусские боевые вертолеты нарушили границу Польши. Они пролетели над одним из сел. После этого Минобороны Польши уведомило НАТО, а Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Белоруссии. Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.